Сценография в Оренбурге сейчас проходит в четвертый раз. В первый раз мы приехали в 2015 году, начали узнавать ваш город. В прошлом году мы приезжали вместе с Львом Данилкиным, который написал биографию по Юрию Гагарину. Мы ходили с ним по всяким историческим местам и на самом деле увидели, как у оренбургцев загораются глаза, когда реже заходится про космос, про Юрия Гагарина и про всю вот эту тематику. Юрий Гагарин завещал, что нужно интересоваться наукой, интересоваться космосом, и современное поколение должно развиваться. Здесь у нас изображен мост Эйнштейна-Розена. Это такое явление в космическом пространстве, которое было бы здорово поизучать. У нас будет здесь небольшое описание, как раз для того, чтобы люди, проходя мимо, может быть, их в это заинтересует. Не просто посмотрели на картинку, а начали изучать какие-то космические темы. Все так начиналось красиво. Сначала закрасили красным, уже изменения, уже прям вот преображение такое красивое. И все, и потом еще красивее, красивее, красивее. Сейчас вообще просто чудо. Каждый день смотрим, каждый день мы просто восхищаемся. Молодец, золото, талант вообще. На работу еду и уже, думаю, сейчас что-то новое, что-то новое сейчас увижу. Красиво, украшает наш старенький домик побольше бы. Очень красиво, великолепно. Это просто вот красота, молодцы. Баллончиков не сосчитать, сколько мы затратили краски. Литрофасадные краски, которые здесь использованы, тоже посчитать достаточно сложно. Но мы их просто банками десятилитровыми исчитываем. Около 300 квадратных метров. Буквально деталечки осталось какие-то доделать. Сегодня, ну, край завтра с утра мы уже закончим. Стрит-арта в Фуренбурге с каждым годом становится все больше. Рисунки появляются в разных районах и совершенно друг на друга не похожие. Помимо фестиваля, сценография в областном центре проходил проект «Город творчества». Художники нарисовали ангела-хранителя и девочку с книжками. Еще один огромный рисунок находится на улице Солмышской. Фонд модернизации ЖКХ решил изобразить на многоэтажке девочку из сказки «Алые паруса». К уличному искусству решила присоединиться премия Рычкова. Так, на Красной площади молодые художники разрисовали стены смотровой башни. Но самый большой стрит-арт под названием «Мечта» находится на площади имени Ленина. Инициатором проекта стала компания «Уфанет». Екатерина Хигая, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.